Добро пожаловать, мои юные детективы, на новый ролик. Просматривая это видео, придержите ваш завтрак, обед или же ужин. Причиной тому будет парень по имени Остин Харов. Его история удивительным образом. Он в буквальном смысле чавкал в этой истории, переносит нас во Флориду. Казалось бы, веселые времена в городе Джупитер. 15 августа 2016. Был прекрасный день. Это был понедельник. Температура достигала 32 градусов по Цельсию. Было жарко. Когда наступил вечер, и температура стала падать, насколько это возможно, в середине августа во Флориде, парочка, живущая в Какома-Лейн в Джупитере, решила выпить по пиву. Это были Джон Стивенс и Мишель Мошкин. Джон и Мишель были женаты около 19 лет к тому времени. Они были без ума друг от друга. Они были милыми, добрыми, катались по своему району на гольф-каре вместе с собакой. Мишель работала в финансовой сфере. Джон владел компанией по обустройству ландшафтов. В 2016-м они оба вышли на пенсию. Жили они довольно хорошо. Отдыхали в гараже с телевизором, потягивали пиво и приветствовали проходящих мимо людей. Соседом парочки любящей пива был парень по имени Джефф. И на следующее утро ему нужно было рано встать. Он не смог к ним приобщиться, из-за чего ему было очевидно завидно. Надевая свой пижаму примерно в четверть десятого, он услышал что-то, что заставило его остановиться, как вкопанного. Кричала женщина. Через пять минут Джефф позвонил в 911. Через дорогу молодой мужчина пьет женщину. Они на улице и в доме. Это в гараже. Я подбежал туда. Я сейчас истекаю кровью. Я не знаю, что случилось. Понятия не имею. Кажется, он все еще там. Джефф был прав. Он действительно истекал кровью и был почти мертв. После того, как он услышал крик, Джефф вышел на улицу и увидел, что в доме Мишели Джона напротив открыт гараж. Был включен телевизор. И он увидел, что они на земле. Рядом парень, который их бьет. Он вошел. Увидел, что Мишель не шевелится. Она лежала в луже крови. А тот парень сказал Джеффу. Ты не хочешь этого. Ты не хочешь такого же. Ты ничего из этого не хочешь. Затем этот парень напал на Джеффа. Джефф дрался с ним на ходу, пока бежал оттуда к себе в дом. Тогда Джефф заметил, что у него осталось много ранений. Спустя несколько минут приехала полиция и зашла в эту обитель ужаса. То, что они увидели, было даже хуже, чем то, что увидел Джефф. Этот парень, нападающий, все еще был в гараже. Он сидел на теле Джона, обхватив его ногами, словно обезьяна, и поедал его. Он ел его грудную клетку и щеку, сжевал это все и выплевывал. Нет, этот парень обхватил его и дерется с ним. Полиция вытащила пистолеты, но это не подействовало. Они ударили парня электрошокером, но он продолжал сжевать. Он смог вырваться, и тогда, когда они пытались его захватить и надеть наручники. Ему удалось побороть их всех и вернуться к своему делу. Полицейские спустили собаку, но и это ему не помешало. Они стали его бить в голову, но он словно был суперменом-каннибалом. В итоге им кое-как удалось надеть наручник на одну его руку и оттащить от Джона. Этот парень был совсем молод. Он говорил, «Убейте меня, застрелите меня, я заслуживаю смерти». Причина, по которой они этого не сделали, хотя могли бы, и сделали много, что могло к этому привести, несмотря на то, что этот парень сидел сверху на Джоне, обгладывая его, и на тот момент у Джона уже не было некоторых частей тела, они думали, что он все еще жив. Они боялись выстрелом попасть в Джона. Они слышали его предсмертные крики. Понадобилось много усилий, чтобы запихнуть нападающего на задние сидения машину. У него не было криминального прошлого, ему было 19, и его звали Остин Харов. Привет, друзья! Это Ости Фрости. И сегодня я хочу поговорить про личных тренеров и про то, почему нужно быть осторожным, когда вы занимаетесь с личным тренером. Первое, личный тренер не имеет такого же тела, как вы. Это первый пункт, хорошо? Личные тренеры — это другие люди, и они нашли, что работает для них. Действовали методом проб и ошибок, и многие из них даже не выглядят хорошо. Это самое смешное. вам нужно слушать советы личных тренеров, но вам нужно найти свой путь. Вам нужно учиться самим. Вы не можете просто надеяться и молиться, что кто-то просто отдаст вам все нужные средства, потому что этого не случится никогда. это не случится, чувак. Ты знаешь? Поэтому просто будьте осторожны максимальным образом, когда будете работать с личным тренером. И не задавайтесь. Оставайтесь всегда бодрыми, оставайтесь мускулистыми, записывайте видео, зарабатывайте деньги, получайте поцелуи, летайте, путешествуйте. Остин родился в декабре 1996 года, уроженец Палм-Бич, Флорида. Он рос с младшей сестрой Хейли, отцом Уэйтом, стоматологом, и мамой Миной. Так было, пока ему не стукнуло 13, когда его родители развелись, и он сестрой остался с мамой Миной. Это было время, когда из ребенка подростка он превращался во взрослого. Он был довольно счастлив, получал стипендию, занимался борьбой, футболом и довольно хорошо преуспевал в школе. Он был защитником обороны в местной команде в старшей школе и, согласно его личным заявлениям, хотел изучать доврачебную помощь в колледже. В итоге он пошел изучать биологию в Государственный университет Флориды. Близкий друг Остина, Сэм, описывал его как игривого, чокнутого шутника. В целом, просто классного. Конечно, со временем это изменилось. Он впервые попробовал выпивку в 17 лет. Он выпил столько, что вырубился. Он говорил, что чувствовал некоторое давление со стороны братства относительно того, чтобы начать выпивать. Как дела, друзья? В жизни нет ничего стоящего. Это легко. Помните это, ребята? Вы это помните? Вы должны мне пообещать, что будете это помнить. Впоследствии он перестал выпивать, потому что хотел иметь подтянутое тело. Подумать только. Но вместо этого он пересел на некоторые запрещенные вещества. Марихуану, грибы, одирал, ЛСД, экстази и все такое. К тому времени он покуривал уже каждый день и не чувствовал, что это неправильно. Он говорил, что это помогает ему спать. Ну, хорошо. Мы рады, что он спал от этого. Но, думаю, были и скрытые причины. Мы знаем, как это закончилось. По мере взросления у него случались периодические эпизоды депрессии, но не более. Но в июле 2016-го дела ухудшились. Его перепады настроения участились и стали более интенсивными. Он находился дома на летних каникулах и в то время решил, что он станет популярным рэпером. И он был убежден, что попадет прямиком на вершину славы. Здравствуйте, леди и джентльмены. Это музыка и телевидение. Представляем вам Ости Фрости. Здравствуйте, леди и джентльмены. Я собираюсь исполнить хон-дог Элвисе достопочтенного Пресли Короля. Что ж, спасибо вам и приготовьтесь слушать. Он также увлекся гражданскими правами. Он говорил, что будет действовать как посредник движения Black Lives Matter, перестанет быть шутником и станет очень серьезным человеком, который интересуется очень важными делами. Все это летом 2016-го. Он все еще был в колледже и работал в стоматологической практике своего отца. Я обсуждал эти вещи с пациентами, потому что мышление его отца было довольно строгим. Некоторые из пациентов были в приемной в ожидании проверки своих зубов. Для Остина это были зрители по неволе. Братан, я не специалист, но я знаю, как все устроено. Я имею в виду, вы можете меня называть богом, богом фитнеса. Я просто шучу. В начале августа он провел выходные в доме своей девушки Кэти. Она жила в Тампе. И когда он однажды там проснулся, он увидел монстра. Это было не впервые, когда у него были галлюцинации. По мере взросления у него начал случаться сонный паралич. Однажды в колледже ему показалось, что он видел что-то вроде демонов. И он не был уверен, спит он или бодрствует. Галлюцинации не были чем-то абсолютно новым. Просто их стало больше. После этого он стал изучать религию, философию. И он, казалось, собирался стать следующим Ганди, Мартином Лютером, Кингом, известным рэпером Иисусом. Он начал верить, что может управлять водой, что у него суперсилы, что он икс-человек. Все эти ментальные, так сказать, проявления возникли очень внезапно. Это могло быть скрыто в течение долгих лет и в итоге проявилось трагически для всех, кто был вовлечен в августе 2016-го. Он стал бояться темноты, так как злые духи якобы его преследовали. Он спал с их семейной собакой в качестве защиты, поэтому собака защитила его и тогда, когда он собирал визитки людей, якобы для их защиты. Затем он их уничтожил, потому что понял, что собирать эти визитки это противоположные от защиты действия, как антизащиты. Хорошо, ребята, это для того дня, дамы и господа, когда вскоре появятся более диетические советы. Большое спасибо, это Владимир Фростин. Он узнал, что по гороскопу он стрелец, кентавр, и он решил, что он сам и есть кентавр. Он узнал, какие у кентавра сильные и слабые стороны, какие параметры. В пятницу перед нападением он смыл все наркотики, так как начал переживать о чистоте. Критическое событие случилось 14 августа в воскресенье. Тогда он, его папа, женщина его папы и друг Остина, Сэм, пошли на оружейную выставку. Там он купил нож для защиты. Как дела, ребята? Я просто хотел сказать, что я кое-что осознал. Я больше не хочу следовать за Арнольдом или любым другим бодибилдером. Я хочу идти по своему пути. Я хочу верить в себя. От других людей и других бодибилдеров я хочу узнавать разные вещи. Но... я просто знаю, что они не я. Я знаю, что это правильно для меня. Мне не нужны наркотики. Я знаю, что они могут изменить меня. Но дело еще в том, что это означает быть нездоровым. Быть здоровым – это... естественно, знаете ли. Вы знаете это. Что случилось в следующую неделю? Вот некоторые сообщения, которые Остин отправил своей девушке Кэти. Война. В Thank you. Вон. В theta. В Teem. В positive. В каис đ�自 Утром в понедельник, 15 августа, Остин проснулся довольно рано. Мы даже не знаем, спал ли он. Он наделся, надел футболку своей любимой футбольной команды Falcon и пошел, думая, что он собака. Он поехал на пляж, где он, цитирую, бегал как животное. Затем он поехал домой к своему отцу, где оставил свою машину. Но отец сказал, что не даст ему ключи, пока тот не примет ксанкс. Остин, в свою очередь, прыгнул на машину отца, на крышу и капот. Искакал там, пока не получил ключи. В итоге позже он оказался в доме своего братства, где другие пили и курили травку, а Остин нет. Вскоре он начал себя чувствовать богом. Он поехал на обед со своим отцом и его женщиной, и со своим другом Сэмом. Но вскоре в гневе выскочил из помещения, так как почувствовал себя в ловушке. Затем он пошел к дому своей мамы. Все они находились или в Джупитере, или в нескольких милях друг от друга. Когда он добрался до дома своей мамы, он испытывал жажду и выпил масло для жарки, а затем вернулся в ресторан. Но вскоре он снова оттуда сбежал, после того, как чуть не побил своего отца. Затем он бежал и следовал за звездами. В какой-то момент он встретил злобную фигуру, темную фигуру с белым лицом, с его слов. И он спастся бегством с криками и побежал к освещенному гаражу, призывая на помощь. Это было Накакома Лейн. Следующее, что он помнил, это то, что увидел женщину, которая на него кричала. Он подумал, что это ведьма, и тогда он вытащил нож, который купил накануне. И да, позже он схватил мачете в гараже. Следующее, что мы знаем, Джефф позвонил в 911. Дальше он помнит лишь то, что проснулся в больнице. Джон и Мишель были признаны скончавшимися на месте. У Джеффа были ранения в нижней части спины, внутренние кровотечения, сломанные пальцы и порезы на голове. Примерно спустя два часа после первого нападения, около 11 ночи, как вы знаете, нападение случилось около 9 вечера, был получен еще один звонок в 911. Он был слегка запоздалым, он был от мамы Мины. Мне нужно... Я не знаю, что мне делать. Дело в моем сыне. Он вроде как сорвался, и я беспокоюсь о его безопасности. Он ведет себя слегка странно, похоже, что он слегка оторван от реальности. В последнее время мы заметили, что он как будто изменился. Сегодня он обедал со своим отцом и вскочил, сказав, что чувствует себя бессмертно. Словно супергерой. Я не знаю, что с ним происходит. Удивительно, что никто не спохватился раньше из-за того, что с ним происходило. Не было полной истории его ментального нездоровья, хотя, как я говорил, это могло быть глубоко спрятано и просто однажды взорваться, что случилось, собственно говоря. У него никогда не было проблем с законом, и хотя он принимал легкие наркотики, но он никогда не имел дело с чем-то вроде флаки или салей для ванны. Это был большой сюрприз для всех. Все думали, что он на чем-то сидит, что у него в крови обнаружат какие-то вещества. Но это было не так. Сделали все необходимые тесты и нифига не нашли. Я знаю, что это ужасная ситуация. Я хочу кое-что вас спросить, задать несколько вопросов о ночи, когда случилось несчастье. Когда вы в последний раз его видели? В 8.20? Около того. Хорошо. Где вы его видели? Я высадила его возле Даффис. Вы высадили его возле Даффис? Хорошо. Во время звонка в 911 вы упомянули, что он действует как шизофреник. В вашей семье были случаи шизофрении? Со стороны вашей семьи? Я всегда дразнила своего брата, что он такой. Но его никогда не лечили? Вы не принимали лекарства? Нет. А ваш сын? Вы когда-то лечили его? Нет. Хорошо. Он когда-то посещал психиатра или проходил психиатрическое лечение? Не думаю. Он принимал какие-то медицинские препараты? Нет. Нет? Хорошо. Господи. В больнице Остин все еще был агрессивный. Пытался сорвать средства фиксации. Его пришлось усыпить снотворным. У него были порезы на руках, его язык был почти взорван. Но внутренние повреждения Остина были куда хуже. Дело в том, что в определенный момент, во время нападения, он выпил какую-то жидкость, которую он нашел в гараже. Он не знал, что это. Позже он сказал, что думал, что это что-то алкогольное, но это скорее было какое-то отбеливающее средство. Оно ужасно жгло его горло, желудок и все остальное. У него были серьезные внутренние кровотечения. На некоторое время его органы отказали. Он был в плохом состоянии. Но через несколько недель ему стало легче. Почти два месяца спустя его обвинили в двух случаях убийства и в одной попытке в убийстве. Я не... Я вроде как немного помню то, что случилось, но... Я не помню, чем была вызвана перепалка и драка. Я не помню. Ты помнишь, как выходил ее муж? Да. И ты помнишь, что он сказал? Нет. Нет. У меня правда нет слов, чтобы объяснить, как я себя чувствую. Это... Словно ночной кошмар какой-то. Тебе сложно представить, что ты сделал с этими двумя людьми? Да. Мне жаль из этой потери, и я надеюсь, что вы сможете найти в своем сердце прощение для меня. Мне так жаль. Я никогда не хотел, чтобы такое случилось. Мне так жаль. Я так жаль. Я так жаль. В определенный момент у Остина диагностировали, среди прочего, шизофрению с клинической ликантропией, то есть синдромом Человек-Волк. Люди присылали письма, где просили посадить Остина на веганскую диету. Я думаю, он больше никогда не захочет кушать мясо. Остину все еще предстоит предстать перед судом. Этот случай все еще открыт, ему нужно ответить на два обвинения в убийствах первой степени, насильственное вторжение с побоями и вооруженным рукоприкладством и обвинения в вооруженном покушении на убийство. Привет, Остин. Привет, папа. Как ты, дружочек? Все хорошо. Я очень горжусь тобой. Ты хочешь что-то спросить? Да. Как? Как жизнь? Нам сложно. Мы не можем с этим свыкнуться. Со мной все будет хорошо? Да, все будет хорошо. Все боятся? Да. Но все довольно конфиденциально. Мы можем все устроить. Ты найдешь мне терапевта? Да, я планирую. Ты можешь это сделать? Ты уже говорил со своей мамой? Я пытался, но она не ответила. Я перезвоню ей позже. Его защита хорошо сработала. Они настаивали на признании его невменяемости. Его осмотрели два разных врача. Один со стороны защиты и один со стороны обвинения. Оба обнаружили одинаковое. Первое. Он не знал, что его действия были неправомерными. Второе. Нужно понимать, что психиатрическое заболевание мистера Харрофа проявилось таким острым психотическим эпизодом, что погибли два невидных человека. И один был почти смертельно ранен. Такое явление очень редкое, так как люди с ментальными расстройствами совершают насильственные преступления не чаще, чем обычные члены общества. На момент совершения нарушения он соответствовал критериям безумия. Ему нужно пройти тестирование для оценки возможности совершения актов насилия в будущем в отношении себя или других. Суд постоянно откладывают, так что кто знает, когда он состоится. По последним данным, он должен был состояться 18 июня 2021 года. Это все большая трагедия, особенно для жертв, которых зверски убили. Джон и Мишель просто отдыхали, прячась от жары в гараже, когда столкнулись с ночным кошмаром. Их семьи, у Джона было двое детей, конечно же хотят увидеть Остина зажаренным. Его действительно может попасть под смертельный приговор. Я думаю, что в защите полные уроды. В отчете ФБ рассказано, что он не принимал никаких наркотиков, что дело не в них в данном случае. Но они не говорят публике, на что его проверяли. Я думаю, что настоящее преступление состоит в действительно плохом правосудии и бесконечном поиске виновного. Но в этом случае Остин в какой-то степени тоже был жертвой. Жертвой своего собственного психического заболевания и того, что его не лечили. И рядом не было никого, кто помог бы с этим справиться. Я хочу сказать, что если посмотреть на жизнь Остина, его становится жаль. Особенно из-за августа 2016-го. Вы можете посмотреть в поиске Google. Похоже, что он тогда хотел получить помощь. Похоже, что на него просто не обращали внимания. Спасибо большое за просмотр. Я действительно ценю, что вы были тут и уделили время. Увидимся в скором будущем. Берегите себя. Пока.